Так, ну что, ребята, всем привет! Вы на канале Илья А.М. Все про самооборону и рукопашный бой. Это тот знаменитый лорик, который фигурирует в моих коротких роликах, шорт, где я его постоянно бью. Сегодня мы с вами разберем одну из уличных ситуаций, стандартных, когда была, знаете, вот так вот, прихватят за одежду и начинают что-то качать. То есть, тем самым пытаются психологически на вас воздействовать. Если вы смотрели мой ролик про страх, где я подробно рассказывал, что люди в большинстве случаев пытаются вам навязать определенную иллюзию, навязать то будущее, где вы уже повержены словами, то есть у них язык настолько подвешен. Как я всегда говорю, перестаньте верить в эти слова. Это всего лишь иллюзия. В этой ситуации есть очень много вариантов, как можно поступить. Я вам расскажу один из. Если он вам подойдет, берете себе его в копилочку и начинайте отрабатывать. Друзья, только постоянная отработка поможет вам применить правильно этот прием. Смотрите, какая ситуация. Вот вас прихватили за одежду. Немножко неудобные условия, но как есть, друзья. Вас прихватили за одежду и начинал там что-то качать. Понятно, если близко подошли, можно там с локтя ударить, еще что-то, но опять же, повторюсь, мы рассматриваем один из приемов. Что мы в этой ситуации делаем? Мы вот так вот подняли ручки, типа, ну, друг, ну, все, успокойся, вот в такой позиции. И левой ручкой, вот в форме вот такой лодочки, накладываем так называемую вилочку ему на кисть, сверху. И делаем резкое движение в сторону, сплошагом. Что мы здесь делаем? Мы воздействуем на его кисть, на его сустав. Грудью мы начинаем давить, и это уже получается полноценный болевой прием. Его потянет в эту сторону. Дальше, что нам нужно сделать, чтобы полноценно завершить прием? Правой ручкой, предплечьем наносим вот такой вот удар в область шеи. И тут же прихватываем его за одежду. У нас в армейском рукопашном бое есть такая тема, когда наносишь удар и одновременно сразу прихватывая, чтобы выйти на прием. То есть нанесли, этот удар его хорошо расслабит, он потеряется. Мы, как я сказал, мы сделали подшаг левой ногой вперед уже. То есть нога, она должна быть на уровне примерно его ног. Ну, понятно, на улице ситуация разная, он может там сделать подшаг, отшагнуть в этот момент, ничего страшного. Дальше, что мы делаем? Выводим вот эту ножку чуть в сторону. Здесь мы подсадили корпус свой, кисть его не отпускаем. Выводим ножку и вставляем ее прямо под сгиб его коленных суставов. Вот таким вот движением. Этой ручкой тянем вниз, правой рукой помогаем, создаем такой противовес. Вставляем и совершаем бросок. Дальше, смотрите, ставим колено ему на шею. Здесь можно выйти на рычаг, да, успокоить его, угомонить. Ну, либо после броска он уже потеряется. Основание ладони, еще чуть-чуть его приглушить, ребят, и он точно успокоится. То есть я считаю, это более безопасный вариант, но на улице любое применение силы, оно непредсказуемо. Поэтому любое применение силы, оно очень опасно. Поэтому вы должны отдавать отчет тому, что вы делаете. Ребята, все на этом. Всех обнял. Самое главное, помните, локти острые, как лезвие. Все, чуваки, пока.